Приветствую, друзья! В этих двух упаковочках лежат две модели. Одна из тех, которую вы уже видели в названии, это Oukitel C19. Новинка очень бюджетного смартфона, но реально огромного. Сегодня мы его рассмотрим, а в этой упаковке вот эта модель C21. Посмотрите только на эти модули и расположение сканера отпечатка пальцев. Смартфон тоже по размерам такой же, но по параметрам 4.64 будет скоро на канале и здесь в подсказках. На старте продаж этот смартфон стоил около 55 долларов, сейчас же его цена 68 долларов на момент обзора. Ну и так как завтра распродажа, я спешу сообщить вам, что в магазине Oukitel можно получить купон на 5 долларов. И действует он от 5 долларов 1 цент. Он должен быть применен к этому смартфону. Нажимаем получить, вы должны быть зарегистрированы. Купон будет действителен до 12 ноября и мы можем переходить на покупку этого смартфона. На данный момент мне показывает, что завтра он на распродаже будет 70 долларов и применяете эти 5 долларов. И тогда цена смартфона получится 65 долларов вместе с купоном. Но если еще использовать промокод от Backit, то можно получить на распродаже еще лучшую скидку. Совместно с Алиэкспресс кэшбэк-сервис Backit проводит и конкурс. Ссылка на этот конкурс и условия получения промокода есть в описании под видео, где и ссылка есть на этот магазин, на этот смартфон. Так что покупайте, переходите. Теперь смотрим обзор. На обратной стороне упаковки указаны характеристики. Модель C19, диагональ экрана 649, огромный. HD+, чистый Android 10 Go, процессор MT6737, 2 ГБ оперативной памяти 16 встроенной, 13 Мп задний модуль основной. Передняя камера на 5 Мп, 2 сим-карты и батарея на 4000 мА, которую мы тоже протестируем. Цвет смартфона Gradient Blue. В комплекте конверт с инструкцией, сам смартфон, на котором одет силиконовый чехол, кабель USB Type-C для зарядки и блок питания. 5 вольт, 1 ампер, 5 ваттный. Снимаем силиконовый чехол. Здесь видим пластиковый корпус, но смотрится красиво. Не скажу, что по-богатому, но солидно. Для бюджетника, у которого огромный дисплей, есть разблокировка по лицу, отсутствует сканер отпечатка пальцев, кнопки не люфтят. Сверху находится разъем для наушников 3,5 в таком легком углублении. Снизу располагается USB Type-C вход для зарядки и один микрофон. Здесь он один. Кнопка включения и качелька громкости справа, а слева нет ничего, потому что сим-карты у нас находятся под крышкой. Корпус съемный, как это и ожидалось для бюджетника. Снимаем этот корпус. Крышка пластиковая. Есть и другие модели по цветам. Если вдруг вы хотите изменить их, то смело можно это сделать. Вот так выглядит крышка. А это у нас смартфон. У смартфона, казалось бы, должна быть съемная батарея, но нет. Она здесь не съемная. Находится отдельно для нано-сим-карты вход. Здесь SIM 1. Для нано-сим-карты вход 2. И для карты памяти. Карту памяти до 128 гигабайт спокойно поддерживает. Вообще фирма Oukitel, начиная с бюджетников, заканчивая противоударными смартфонами, которые также есть у нас на канале. И вот прямо сейчас, в данный момент, одна из таких моделей тестируется. Я вот вставляю сейчас отрезок того, как проводились тесты. В реальном времени они сейчас прям снимаются. Смартфон лежит в аквариуме под водой и показывает YouTube. Такой себе подводный тест YouTube. Что я делаю? Я проверяю смартфон под водой. Он уже там лежит, по-моему, 3 часа на данный момент. А это значит, что скоро на канале будет полный обзор этого смартфона, которым я очень доволен. И он меня просто поразил во время тестов аккумулятора. Так что не пропустите, подпишитесь, если еще этого не сделали. А сейчас продолжаем обзор. Этот смартфон, кому он может подойти? Давайте будем размышлять. Если у вас был бюджетничек какой-то, например, смартфон, который являлся кнопочным. И вот он пытается разблокировку по лицу сделать. Она не быстрая, но, тем не менее, работает. Здесь уже и показатели Antutu бетчмарк вам видны. 46 514. Да, скромные. Ну, а что мы хотим от бюджетника, у которого 2 оперативки, 16 встроенных. И самое что ни на есть бюджетный процессор. Так вот, кому же этот смартфон подойдет? Если вам нужна хорошая звонилка, с помощью которой можно поддерживать связь с друзьями, то этот смартфон как раз для этого и отлично пригоден. Или как первый телефон для родителей, или же как смартфон основной для подростков. Который за небольшую сумму можно приобрести, и он будет выполнять все основные функции. Выход в интернет и много других для связи, включая фотоснимки. Вы видите, здесь есть стандартный такой себе приветственный лаунчер. Когда разблокируешь, можно менять самому обои. И сочность картинки просто прекрасная. А то, что вокруг темно, это говорит о том, что камера приспособилась к яркому экрану. Разблокировка по лицу, конечно же, остается желать лучшего, но тем не менее она здесь есть. Активируя фонарик, он находится здесь внизу, на кружке. Он очень яркий, и его достаточно, чтобы не только сделать хороший снимок, но и подсветить в замочную скважину. Также есть защита зрения. Экран становится слегка желтизной. И давайте посмотрим минимальную яркость. Минимальная яркость все-таки не настолько минимальна, как хотелось бы. То есть еще будет вечернее время слепить экран. В номеронабирателе у нас присутствует только английский язык. После подключения настроек сразу прилетело обновление. Скачал, и оно было небольшое, около 65 мегабайт. Но приходит на сегодняшний день, пока без проблем обновляется. Смартфон, вот в приложениях, если играться, то неплохо справляется со своими задачами. Открывает все быстро. Камера, вот к камере отдельно есть разговор. Она такая себе, вот посмотрите, как она замедленно срабатывает. Но тем не менее, цвета сочные, естественные передает. И неплохо фотографирует. Даже пытается эффект боке сделать. Я тут уже проводил тестовые снимки. Делал разные замеры. Сделал разные тесты. И неплохо вы сможете увидеть эти тесты в окончании обзора, чтобы... Ну, так уже как-то естественнее, но все равно. Вот тут я делюсь. И слышите, микрофон неплохо срабатывает. По настройкам самой камеры все стандартно. Внизу отдельно переключение видео, фото, режим красоты от шлифовки вашего лица, боке. И есть еще профессиональный режим с ручными настройками. У передней камеры просто видео, фото и режим красоты. Если переключаемся на переднюю камеру и переходим в режим настроек, то у нас здесь есть даже режим стабилизации. А зайдя в настройки качества, можно увидеть, что здесь максимально на переднюю камеру видео снимает 480. А разрешение заднего модуля камеры HD 720. Есть встроенное радио, которое без наушников не работает. Здесь также об этом предупреждается. Сложные игры не тянет. Например, через Play Market он вообще Asphalt 9 не показывает. Но зато установив игру Asphalt Nitro, без проблем справляется с простыми играми. Можно приятно провести время, какие-то головоломки и можно поиграть. Теперь внимание. У аккумулятора 4000 заявленных миллиампер. 4 ампера аккумулятор. Но сколько он выдал? Как вы думаете? Меньше или больше 4? Подумали? Ну вот подумайте. Меньше или больше? Если вы сказали больше, то вы правы. 4262. Меня лично эти тесты удивили. Полный тест от 100 до 0 в YouTube. Теперь мы его разрядили. И тесты меня очень порадовали, потому что продержался он почти 9 часов. Без 10 минут 9 часов. Так что, однозначно, плюс и лайк за труды. Уже можете ставить. Еще немного о внешнем виде. В отношении модуля, если вас интересует, то он слегка выпирает. Но в родном силиконовом чехле никаких проблем. Кстати, к нему приобрели мы еще отдельно чехол-книжку. У него внутри есть липкая лента. Специально для того силиконового чехла, который идет в комплекте с Ouky T319. Сюда приклеится. Ссылка на него тоже есть в описании под видео. ОТГ он не поддерживает. На всякий случай специально проверим. Нету никакой реакции. Почему я так говорю? Потому что подключая вот к этому смартфону. Это у нас Ouky T319. Подключив, загорелась флешка. Горит. И он ее считывает. А с этим смартфоном нет никакой реакции. У него полностью закругленные края. В руках лежит хорошо этот смартфон. И внутри, в экране, также экран закругленный. Зайдя в настройки «Система», выбрав раздел «Системная навигация», мы можем переключиться с кнопок на управление жестами. Также есть напоминание вспышкой о поступаемом звонке. И еще много других функций. Например, скриншот тремя пальцами. Три точки входят в камеру. Прокрутка одновременно. Громкая связь во время разговора. Для этого просто достаточно активировать. И при поднятии телефона к уху автоматически будет включаться громкая связь. В общем, он подходит действительно для людей уже в возрасте. Тем более, если включить очень крупный шрифт, то все становится на свои места. Посмотрите, какой он огромный. И человеку с плохим зрением будет очень даже хорошо все видно. Сверху на экране наклеена заводская пленка. Но лучше приклеить стекло. Ссылку на него я тоже оставлю в описании под видео. Основной модуль Sony IMX214, который должен для бюджетника делать хорошие снимки, которые вы сможете увидеть в окончании нашего обзора. Версия Bluetooth 4.0. Обе сим-карты работают с 4G. Карту памяти поддерживают до 256 гигабайт. Поддержка двухдиапазонового Wi-Fi. Все, что нужно для современного бюджетника. Если вы видите, что вот этот тот смартфон, который по крепости, доверяя моему отзыву, по своим характеристикам и параметрам вас устраивает, хотите кому-то сделать подарок, ну тогда вы знаете, где искать ссылку на него. В описании под видео. Сейчас тестовые фото и видео. Ну а я прощаюсь. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А если вы подписаны, проверьте, включен ли колокольчик, чтобы получать 3 раза в неделю уведомления во вторник, четверг и субботу. Тестируется камера на O-Kitel C19. Это максимальное разрешение 720. Конечно же, только 30 кадров. И заметьте, что очень плохо баланс белого справляется. Автоматический режим с синевой. Сейчас включу пасмурно, а то немножко уберет эту синеву. Ну, так уже как-то естественнее, но все равно как-то не совсем корректно оно работает. Поэтому я вам должен об этом был сказать. Пасмурный режим, с желтизной, синевы уже меньше, но как-то не совсем естественно. А сейчас тесты переднего модуля. Передний модуль снимает только с черными рамками, потому что разрешение 640 на 480. Качество звука вы тоже слышите. 1, 2, 3, 4, 5. Но здесь как-то вроде получше с цветокуром, с балансом белого. Но как есть. 1, 2, 3, 4, 5. За стабилизацию я уже вообще молчу. Рад был поделиться. Теперь фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова